Добрый день всем, кто смотрит мой канал. С вами Ольга Воженина, жертва военно-медицинских экспериментов во втором поколении. Сегодня 13 сентября 2019 года. Немножко возвращаюсь к предыдущему ролику, как я это часто делаю. Я обычно, когда что-то вам рассказываю, то не рассказываю прям вот до конца, чтобы все разложить полностью по полочкам от и до, и чтобы не осталось никаких белых пятен. Нет, мне всегда хочется побудить вас думать, то есть как бы не отвечать на все вопросы, а поставить вопрос перед вами. Но не знаю, насколько мне это удается. Вот приходится некоторые вещи повторять, значит, может быть, не совсем и не совсем их удается. Касательный химтрейлов. Почему? Несмотря на то, что я являюсь жертвой во втором поколении, на то, что у меня, у моих родителей, у моего сына, у нас украли у всех жизни. Несмотря на то, что я прекрасно вижу, что происходит в стране, во что превратили страну и людей, я все-таки говорю, что больше всего меня в этом удивляют химтрейлы. Вот почему. Потому что нас с вами уничтожают в режиме строжайшей секретности. То, что с вами делают, это самая большая государственная тайна. Это самый большой секрет Кремля. То, что в России оказывается нелегально, негласно узаконена смертная казнь. И то, что наш президент оказывается является самым главным палачом России и регулярно подписывает черные списки на смертную казнь своего народа. Это очень большой секрет. В то время как химтрейлы может увидеть каждый, достаточно только поднять голову, вот оно доказательство. Из этого невозможно сделать тайны или секреты. Каждый может посмотреть, увидеть, найти в интернете, понять, что это такое. И заговорить, естественно. И спросить, а почему? А почему это должно падать на голову наших детей, на наши головы, на голову нашего народа, нашей страны и вообще человечества? Почему? Почему вот это вот допускается, травить планету и человечество с воздухом? Почему нужно посыпать нас ядом? Вот это мне совершенно непонятно. Почему молчат все организации по защите, по охране окружающей среды, по защите животных, по защите прав человека? Почему такая тишина? Почему нет вообще совершенно никакого резонанса? Как будто ничего не происходит. Как будто нас никто не посыпает сверху ядом. Почему летчики соглашаются брать на свои самолеты отраву и распылять ее в воздухе? Они что, дышат другим воздухом? Или их дети дышат другим воздухом? У них что, есть какая-то другая планета, которую стоит охранять, в то время как вот эту прекрасную планету можно убивать, уничтожать, сыпать ее ядом, травить ее землю, травить ее население, животных, людей, растения. Вот именно это и только это я имела в виду. И вторая, точно такая же недосказанность из моего предыдущего ролика, это, конечно, про Дей-Ир, то есть дальнейшее энергоинформационное развитие. О том, что одна из Дей-Ировок дала мне прочесть свою литературу, и там было написано, что мы взяли группу людей, приговоренных к смерти, заразили их смертельными болезнями, но из каждой группы умирал только один человек, из чего мы сделали вывод, что карма работает. Они сделали вывод, что хорошо наработанная карма защищает человека и не дает ему умереть. Об этом я говорила в предыдущем ролике. Сказала, откуда они могли взять группу людей, приговоренных к смерти, когда у нас в стране запрещена смертная казнь. А нет. У нас в стране смертная казнь легально узаконена. Нашим президентом. Наш президент регулярно подписывает черные списки на смертную казнь своего собственного народа, который его содержит, который платит налоги, и чью казну он расходует на свои личные удовольствия. Вот это была недосказанность. Да, наша с вами страна превращена в электронный концлагерь, и нашей молодежи предлагается на выбор занять одно из мест в этом электронном концлагере. Одно из мест, потому что мест два. Либо надсмотрщиком, то есть палачом и убийцей своего собственного народа, либо, если ты отказываешься, ты будешь жертвой. Тогда истязать и убивать будут твою семью, твоих детей, тебя, твоих друзей. Угадайте с одного раза. Какое место выбирает молодежь в этом электронном концлагере, в который превращена страна, и скоро будет превращена вся планета. Этот процесс идет, народ молчит, народ безмолвствует, по какой причине, совершенно непонятно. Может быть, кто-то думает, что его это не коснется. Коснется. Но когда вы это поймете, уже будет поздно что-либо менять именно в вашей жизни и в жизни ваших детей. Поэтому мы продолжаем бороться. Мы продолжаем бороться как можем. Мы чувствуем ярь, мы чувствуем ненависть против тех, кто ворует наши жизни, кто ворует наше здоровье, нашу энергию, наши силы. Мы чувствуем ярь, ненависть, агрессию против них. При этом они называют нас психически нездоровыми, только из-за того, что мы способны на эту ярь. на минуточку. Если человек защищает свою жизнь как единственную ценность на этой планете, жизнь – это самое ценное, что есть, жизнь и жизненная энергия, жизнь своих близких, жизнь своего рода, жизнь своего народа, если он стремится это защитить, проявляя при этом совершенно естественную агрессию, это говорит лишь о том, что именно у этого человека абсолютно здоровая психика, которая защищает жизнь. Абсолютно здоровая, мощная, крепкая этот человек-борец. Понимаете, как все извращено? Именно за нашу ярь нас называют психически опасными. Хотя психически больны те люди, которые принимают вот это все, вот этот ужас, этот произвол, как данность, так, как будто они это заслужили, как будто они в своей жизни совершили какой-то очень страшный грех, теперь они за этот грех расплачиваются. Вот с этими людьми что-то не в порядке, это точно. Им нужно об этом подумать и работать над собой, для того, чтобы избавиться от этих мыслей, для того, чтобы найти в себе силы бороться со злом и жить дальше. Бороться со злом можно разными способами. Я всегда предлагаю бороться со злом на тонком плане. Создавать ментальный образ страны, в которой вы хотели бы жить. И, естественно, свой собственный ментальный образ в этой стране, своего рода, своего народа, свои планеты. естественно, убирать, убирать из нашего прекрасного ментального мира всех тварей, всех нелюдей, всех, кто соглашается истязать и убивать свой собственный народ, либо людей другой национальности. Кстати, именно вот этот процесс и называется расчеловечиванием. Когда человек рождается человеком, но потом он вдруг соглашается в какой-то момент в своей жизни истязать, пытать и убивать своих соотечественников, что абсолютно ненормально. Вот это называется расчеловечиванием, именно это. То есть они перестают быть людьми. Они больше не люди, они становятся нелюдями, тварями, тварными сущностями. В этот момент что-то с их душой происходит, в этот момент их душа, она уже больше не принадлежит Господу Богу. Их души принадлежат дьяволу, сатане. Они продают свои души в тот момент, когда дают согласие на то, что они согласны зарабатывать на свою жизнь истязаниями и убийством своих соотечественников. а совсем не то является расчеловечением, что они вытворяют с нами, что они ставят нас на компьютер, делают из нас зомби, делают из нас биороботов, и то, что наши функции нашего организма уже стоят у них под контролем, и мы якобы не можем владеть ни своими мыслями, ни своим телом без их участия. Они называют расчеловечением вот это. Нет, расчеловечивание это то, чем стали они. Они уже не люди, а мы из последних сил стараемся остаться людьми. Ну, почему я призываю вас бороться с ними на тонком плане? Ну, не позволяют мои нравственные законы бороться с ними на физическом плане, хотя это уже происходит. Некоторые считают, что лучше уйти и прихватить с собой как можно больше этих мразей, этих нелюдей, палачей и убийц. Я даже знаю одного человека, который купил гранату для того, чтобы войти в квартиру этих тварей и уйти, забрав с собой и покалечив как можно большее число. Но морально-нравственный закон, который был в нем, не позволил ему это сделать. И он просто подорвал на этой гранате сам себя. На это я могу вам ответить словами одного монаха. Когда мы с Папой путешествовали по Сибири, мы посещали монастыри, святые места. И в этом путешествии за три месяца, что мы там провели, трижды мне встречался один и тот же монашек, молодой. Он подходил ко мне каждый раз, смотрел меня пристально и произносил одни и те же слова. Он говорил мне «Живая собака сильнее мертвого льва». Запомните это, пожалуйста. Давайте будем как можно дольше жить и бороться с этими гадами, бороться на тонком плане, уничтожать их мысленно, всевозможными способами. может быть даже это наша миссия на планете, может быть мы выбраны именно для борьбы, не для того, чтобы уходить и прихватывать с собой. Я не знаю, думайте, думайте. Мое положение ухудшилось очень сильно. Три месяца приблизительно, марта, апрель, май, я жила относительно спокойно, а потом вдруг началась такая мощная атака. Я связала эту атаку с выборами, но я еще думаю, что здесь наверное проще, просто твари хотят поехать в Италию. Они хотят, чтобы я больше уже не смогла здесь находиться, собрала чемодан и укатила. Они хотят греться на теплом море. Афик вам я уеду тогда, когда захочу сама, а не исполняя ваши желания. Я не буду греть ваши зады на теплом море, нет, я повезу вас туда зимой, потому что зима в Европе, это не то, что зима в России, только кажется, что там мягкие зимы. На самом деле там зимой очень холодно в квартирах, отопление стоит очень дорого, и я сомневаюсь, что ваше начальство позволит вам пользоваться обогревателем. Вы будете сидеть там со мной всю зиму и мерзнуть. Вот так вот. У меня со всех сторон ультразвуковое излучение, долбит просто вообще жутко. Если раньше в ванной, в туалете только через одну стенку стучал вот этот прибор, то теперь в противоположную стенку снизу стучит. сосед, который делает снизу ремонт, он тоже теперь приставляет к противоположной стенке такой прибор. И мало того, здесь у меня под окном проходит дорожка, такая тропа, ну и по этой тропе идут нескончаемым потоком уроды, которые решили зарабатывать себе на жизнь, истязая и убивая своих соотечественников. Идут все в наушниках вот так с телефонами, грядя в телефон. Если кто-то без наушников и без телефонов, то обязательно останавливаются у одного из столбиков, даже бабушки старенькие костыляют с палочками идут, и возле этого столбика именно бабушка останавливается, потому что так положено. Это у них теперь такая работа. Когда три года назад я здесь еще занималась ремонтом, я все время смотрела в окно и думала, боже, какой великолепный район мне достался для жизни. Никого. Была тишина, эта дорожка была всегда пустая, машин было мало, их было единицы, а теперь без конца. То уроды с гаджетами, то машины, с фарами, с сигналами, с музыкой и точно так же рядом с шофером сидит с гаджетом придурок. Ну, еще немножко вас повеселю, потому что меня тоже недавно повеселили. я вам уже говорила, что психически меня истязают с системой микрофонов, что там вот возле этих столбиков на улице установлены микрофоны, ко мне в квартиру выведены ретрансляторы, усилители, и то, что они там говорят, я слышу очень хорошо здесь. В прошлом ролике, кстати, вы слышали, как шумела дрель, я показала пальцем наверх, дрель шумела внизу, ремонт идет внизу, но ретранслятор где-то у меня здесь выставлен наверху, так что звук идет ко мне как бы сверху. Ну, и когда часов 8 примерно вечера приходит дежурный, я не знаю, куда он приходит, может быть, в соседний дом, но ретранслятор выведен так, якобы он надо мной. Он начинает ходить, громыхать, топать ногами, двигать там что-то, двигать мебель, там что-то у него всегда падает, стучит, короче, он мне дает понять, я пришел, я готов к работе, сейчас тебе будет веселая жизнь. Вот всегда как-то вот так одинаково. Я уже давно знаю, что это он пришел, нажал кнопку, включил магнитофон и пошла трансляция. У моего папы в квартире, в другой квартире, наверху живет семья. Семья убийц в четвертом поколении, семья поганая. В этой семье дети, даже убийцы. Причем мне сын про это рассказывает. Он мне говорил, мам, ты себе не представляешь, Хичкок отдыхает. Эта девочка, ей три года. Она меня истязает гораздо больше, чем ее мамаша и ее папаша. Потому что, говорит, когда за мной ходят мамаша или папаша, я убегаю быстро в другое место. Они пока доберутся, пока доволокут свой компьютер, пока все установят, я за это время успею заснуть и немножко отдохнуть. А когда она за мной бегает, я бегу и она бежит. Я очень быстро бегу и она очень быстро бежит. Она меня не оставляет ни на секунду, она мне вообще не дает передохнуть совсем. Мама, это ужас. Это говорю мой сын. А я ему не верила. Потом то же самое. Это же самая сопля наверху со мной проделывала. Точно так же она носилась за мной. Потом самое слабое, что они делали. На рояле она бренчала, конечно, прям по Слепакову. Просто вот так вот на пианино руками долбит. Это было. Это прямо песня Семена Слепакова, песня о соседе. В какой-то момент я поняла, что вот все эти ее прыжки с дивана, то, что там она разбрасывает якобы шарики бильярдные по полу, там вот это вот все скачет, прыгает, носится, долбит, как будто прям по голове по твоей ходит. Я поняла, что это магнитофонная запись. И вот, что произошло на днях. пришел дежурный около восьми. И вдруг я услышала. Я услышала запись, которую ставят на той квартире моему папе. Я услышала, как скачет эта девочка. Я захотала и говорю, придурок, ты не ту кнопку нажал, ты мне не ту запись поставил магнитофонную. Выключим моментально. Вот так. Все, пожалуй. Ах, да, еще забыла, еще один такой момент. Важный, кстати, пригодится. Момент психической атаки в моей жизни совпал с употреблением нового препарата, который я вам рекомендовала в одном из своих роликов для очищения организма, который называется зостерин. Его мне порекомендовала подруга, такая же жертва. Но тут дело вот в чем. Этот препарат в аптеках не продается, но его в аптеке можно заказать. Так вот, мы с вами никогда, ни при каких обстоятельствах не должны заказывать себе какие-нибудь препараты в аптеке либо в интернете, потому что то, что нам принесут, 99% что это будет какой-то яд. И милая аптекарша, которая вам это продаст, она даже не будет знать, что препарат подменили, и что она вам дает в руки яд. вот одновременно с этой газовой атакой я приняла 4 пакетика, ну, по одному каждый день я принимала вот этого зостерина. И сразу же после первого пакетика я почувствовала, что какая-то ерунда. Мне показалось, что я просто проглотила огромное количество наночипов, и они все проникли в меня, в мои внутренние органы, в мою кровь, и они там все причиняют мне какие-то неудобства и какой-то дискомфорт. Вполне может быть, что это именно так. У меня такой случай был. После того, как я потеряла своего сына, мне помог один препарат, который мне рекомендовала подруга, называется он в разных странах по-разному, но его название Ipericum латинское название Gellarium Deprim. В России он продается как Deprim. Это экстракт зверобоя чистый, там нет никаких добавок, только чистый экстракт зверобоя. Он очень хорошо помогает. Как только чувствую, что все, кажется, что силы на жизнь иссякли. Нужно принимать его не по схеме, как там написано, а именно вот так, как я говорю, в критические моменты просто глотаете одну капсулу или одну таблетку. И все. И сразу же ваше внутреннее ощущение от жизни меняется. Можно, конечно, заваривать и зверобоя, можно чаи со зверобоем, даже не можно, а нужно, тем более нам почаще его употреблять. Вот однажды, когда я работала в Италии, в аптеке не оказалось зверобоя, и мне предложили его заказать. Я его заказала, и когда я приняла первую капсулу, то я пришла, мягко говоря, в недоумение, потому что было действие абсолютно противоположное. Вместо того, чтобы почувствовать успокоение, у меня как бы вот взвинчивались нервы, и слезы просто лились градом, неудержимым потоком. Ну вот, я вот такая, что первый раз на меня как бы не действует, я думаю, мало ли что надо проверить еще. После третьей капсулы я аккуратненько выбросила все мусорку. Так что никогда не заказывайте себе ничего ни в аптеке, ни в интернете. Так. Ну, кажется, я рассказала вам все, что собиралась сегодня рассказать. Этот ролик записывался очень тяжело, мне кажется, это уже десятый раз. Все время был то звонок, то падал телефон, то разряжался, то еще что-нибудь, то я забывала что-нибудь рассказать. Всего вам доброго, держитесь. Все.